Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередном вебинаре про раннего понедельника, который посвящен основным фундаментальным событиям прошлой недели. Собственно, пятидневка у нас выдалась довольно-таки насыщенной. Даже если не говорить про ту реакцию, которую мы видели по большинству активов, нам хватало ожидания того, что на встрече к Джексон Холле, будучи важнейшим экономическим форумом, симпозиумом, для нас будет достаточно новой, обновленной, скажем так, конкретики по перспективам политики Европейского центрального банка и, собственно, американского регулятора. На эти события мы с вами настраивались, хотя не только мы, правильно будет сказать, буквально все, кто спекулирует финансовыми активами, потому что речь шла о, скажем, возможности со стороны руководителей соответствующих ХЦБ пролить свет на то, что будет с политиками дальше. И, будучи, так скажем, заложниками вот этих самых ожиданий, мы понимаем то, что в случае, если ХЦБ настолько будет искренен, что он сообщит о нормализации денежно-кредитной политики, это, конечно же, мощный локомотив, импульс роста для евро, который неизвестно где будет остановлен. Соответственно, были также ожидания того, что если Европейский центральный банк все-таки признает факт целесообразности сохранения стимула, то это может стать причиной ослабления евро. У доллара то же самое, только там тоже вопросы политики на перспективу, повышение процентной ставки, сокращение баланса. И как раз выступление председателя американского регулятора оказалось куда-то более интересным для рынка, нежели чем выступление таги, хотя изначально именно президенту ХЦБ отводили роль, скажем, вот этого новостного локомотива, который может привести в движение всех финансовых инструментов. Видимо, участники рынка предпочли не ждать 22.00 по московскому времени, ну, в поздний период, уже многие даже площадки закрыты, и воспользоваться новостной поддержкой первого, собственно, важного события пятницы, это выступление председателя ФРС Джанет Йилен, которое и примерило на себе роль основного катализатора всех движений, и, в принципе, мы помним, как рынок отреагировал на то, что было сказано, и помним, собственно, какие тенденции были заложены под закрытие пятницы, закрытие всей недели, тенденции, которые мы подхватываем, собственно, и сейчас. Все эти события мы, безусловно, разберем, друзья. Хочу сделать небольшое техническое объявление, как и всегда, если будут проблемы со звуком, либо с соображением, мне нужно будет сразу же об этом сообщить, ну, параллельно не покидайте комнату, исправим быстро эти технические огрехи, и, собственно, вернемся с вами к нашему старому доброму сценарию. Ну, полагаю, что сводной частью можно заканчивать, те, кто хотел присоединиться уже в споре, мы можем, опять же, приступать к непосредственно анализу событий прошлой недели. Сказали прежний, пробежимся по самым главным из них, посмотрим, каким последствиям реакции активов они привели, посмотрим на те события, которые грядут на этой неделе. Кстати, если вы присутствовали сегодня на брифинге, я делал уже акцент на то, что эстафету вот эту фундаментальну подхватывают уже очень мощные данные по американской статистике, собственно, данные, которые важны для доллара. Это активность в производственном секторе и индекс разгона инфляции по версии ISM, самый объективный релиз, ну и, безусловно, чего стоит тот же самый non-farm perils, который прольет свет на прогресс относительно данного сектора американской экономики и сообщит нам о том, насколько динамичен был прирост по заработным платам за прошлый месяц. Еще раз, друзья, напоминаю, что зарплаты имеют сейчас крайне важное значение, динамика их роста, потому что рост заработных плат – это рост материального обеспечения, благосостояния, уровня потенциальной активности домохозяйства, соответствующий вклад в развитие экономики, расширение экономического роста. И при позитивном раскладе, при росте заработных вклад, при очень здоровых показателях хроничной продажи и при наличии предпосылок расширения экономики, конечно же, американский регулятор будет снова и снова вновь и вновь возвращаться к тематике того, что есть задатки для роста инфляции. Самое главное – просто ждать, когда эти задатки перерастут в настоящие полноценные плазисы и простимулируют рост инфляции, и тем самым позволят американскому регулятору не просто продолжать оставаться на пути более высоких процентных ставок, а с большей интенсивностью их повышать. Что бы сейчас на рынке ни происходило, друзья, я уверен, что мы с вами еще не отыграли очень важное событие, оно связано пока что с ожиданиями, но я думаю, что эти ожидания будут реализованы, несмотря на то, что очень много сейчас скептиков, которые начинают разглагольствовать по этому поводу, считают, что ФРС не будет повышать процентную ставку. ФРС поднимет процентную ставку в декабре. А самое важное, чтобы в этот момент мы находились, как трейдеры, в верном расположении, чтобы в этот момент мы уже смогли неплохо заработать на росте доллара, потому что, как ни крути, но американская валюта уже, даже с учетом того, где находится индекс доллара, находится на крайне низких значениях, на которых не должна была находиться. Индекс доллара сейчас на минимуме 2015 года. Это просто какой-то нонсенс и парадокс. Соответственно, нужно ломать вот эту не совсем обычную динамику поведения. И каким образом? Нужно привести в движение и доходности трежер, и срос, собственно. И нужно, чтобы американская валюта платнулась от своих минимальных уровней. Вот мы традиционно рассматриваем пару доллар-японской иена как основной такой тандем активов, которые лучше всего подходят для того, чтобы отыгрывать на рынке Пороц макроэкономические данные по штатам. И вот все вот это позиционирование, как я вам сказал. Еще хочу отметить то, что сегодня мы начали новую практику на брифингах. Эта практика, опять же, основана на том, что я на этих выходных был очень сильно замотивирован моими коллегами, которые рассказали мне про одну очень интересную систему, показывали результаты за последние 3-4 года. Но я результатам особенной истории не особо-то и верю, поэтому я предложил вам сегодня такой эксперимент, чтобы попробовать накопить самостоятельную статистику о том, насколько эти сигналы результативны. Вот буду стараться фактически каждый день, мимо нашей с вами долгосрочной оценки фундамента, которую проводим, еще и делать акцент на эти долгосрочные идеи и считать пункты. Вот как мне говорили, эта торговая система может дать больше 150 пунктов потенциального дохода ежемесячно. Ну, я думаю, что многие из вас знакомы со сутью математики рынка Форекс и знают, что даже при, ну, не совсем, конечно же, серьезных загрузках депозита, но все-таки выше, чем консервативный трейдинг, ближе уже к рискованным, как можно конвертировать и во что эти 150 пунктов. Ну, посмотрим, насколько реальны эти ожидания. Еще раз повторяю то, что эта система, которая основана на оценке позиционирования, это наши старые добрые рыночные ожидания, только если раньше мы обращались к Айману, если мы продолжаем это делать сейчас, эта оценка базируется на тех данных, которые мы получаем с американской товарной биржи, то есть данные CFTC, как, вот знаете, если кто-то следит о Commitments of Trades, код или сот-индикатор, как его можно назвать, он, кстати, тоже доступен в личном кабинете в рамках компании Markets, многие из вас, наверное, с ним знакомы. В любом случае, если даже не смотрите за этими данными, я взял на себя такую дополнительную обязанность сообщать вам информацию и корректировать сделки, давать даже как долгосрочные рекомендации, собственно, это мы начали делать уже сегодня, поэтому следите за следующими торговыми идеями. Кстати, сегодня, если вернуться к Бельфингу, мы сделали акцент на то, что пара доллар-японская иена может все-таки ослабнуть европейская валюта, продолжить рост и фунт, соответственно, корректироваться с британцем. Интересно то, что даже как косрочная идея совпадает с нашим долгосрочным взглядом, который был направлен на то, что этот актив должен снижаться. Почему? Потому что мы и в фундаменте нашли причины статистическом и самое главное, наверное, для фунта, что уже было неоднократно доказано, фунт очень переживает, опять же, за очередные камни преткновения, которые могут возникнуть на пути переговороческого процесса по брызгу. Вроде бы как событие уже давно минувшее, прошлым летом это состоялось, уже год прошел. Однако, как и было ранее отмечено, процесс будет очень муторным, затянутым. И судя по той конфронтации, которая имеет место быть между Еврогруппой и Терезой Мэй, мы понимаем, что действительно лобби тех идей, которые пытаются проводить Еврогруппу и Терезой Мэй, это уже первая причина, почему переговоры будут довольно жесткими, потому что ни одна из сторон не хочет идти навстречу. Мы, вроде бы как, при появлении каких-либо новостей по этой тематике стараемся обращать на них внимание. Я надеюсь, что вы помните, что эта конфронтация очевидна и продолжим следить, собственно, за этим фундаментом. Самое главное, что сейчас, насколько бы не обрадовала бы нас статистика, скажем, по британцу, нужно все-таки зрить сейчас в корень по Афунту. И видите, даже за каким-то напускным фундаментальным статистическим позитивом, и даже пытаясь торговать фунтом, отталкиваясь от слабости доллара, это тоже как бы причина, почему фунт можно купить, даже как и прочие рисковые активы. Все равно в отношении фунта есть этот более глубинный фактор, драйвер движения этого актива, который может свести на нет любой позитив, статистический позитив, связанный с слабостью доллара. Это негатив именно этого процесса переговоров по брендзиту. В общем, если торгуете британцем, друзья, я надеюсь, что вы помните мою рекомендацию, эта рекомендация продавать даже не задумывается. Ладно, давайте тогда теперь вернемся, собственно, к основным событиям прошлой недели, на что нужно было сделать акцент. Но мы следили за ростом, опять же, ожиданий, так как трейдеры готовились к встрече в Джексон Холле буквально с первого дня, даже начали это заранее делать, особенно вот эти движения, настроенческие перепады, скажем, были заметны в динамике пары евро-доллар, там настроения менялись по несколько раз за неторговые сутки. За первые три дня евро успел побывать на лоу 1.17.30, там уже было немного оставалось нам до нашей долгосрочной цели 1.15. после этого был разворот, мы вели котировки 1.18 и уже постфактум, сейчас того, что мы знаем, случилось и произошло, видели европейскую валюту уже и на максимумах с января 2015 года. 60 пунктов не хватило евро, чтобы добраться до планки 1.20. Безусловно, как я уже отметил, изначально трейдеры готовы были закрыть глаза на весь фундамент, который имел место быть до пятницы, потому что изначально было на повестке обозначено событие номер 1 для всего симпозиума Джексон Холла, это выступление Драги, которое сначала было запланировано на первую половину дня пятницы, потом скорректировалось и перенесено на 22.00 по московскому времени. И главный вопрос, который изначально мучил всех, действительно ли Драги будет сейчас уваживать ожидания тех трейдеров, которые верят в то, что Европейский Центральный Банк и в целом верят в то, что экономика еврозоны уже давно встала на ноги и настолько окрепла, что больше не нуждается в тех самых стимулах, которые были запущены еще в далеком 2012 году. Это и программа количественного смельчения, и снижение процентных ставок. Этот вопрос волновал и меня тоже, и так же так и у вас, друзья. Потому что ответ на этот вопрос, он по сути дает ответ, куда будет стремиться евро в дальнейшем. И два, конечно же, мнения, которые присутствовали изначально, Драги будет говорить о более жестком монетарной политике. Драги, которые напомнят, почему мягкая экономическая политика остается целесообразной. Я изначально рекомендовал придерживаться первого сценария, то есть того сценария, который связан с мягкой экономической политикой. Потому что действительно аргументы в пользу того, чтобы Драги больше не закинули рынок новостями и комментариями о том, что ставки нужно повышать, было гораздо больше. Тем более, что мы помним и последний протокол на состоянии Европейского Центрального Банка, когда представители Европейского Центрального Банка обозначили снова проблему низкой потребительской активности. И как раз эта проблема была рассмотрена уже через призму снижения индекса потребительских цен, то есть активности потребителей. И через призму того, что на эти показатели начинает влиять уже рост евро, который стал просто, даже не знаю, какой комплимент, либо эпитета подобрать евро. Ну, комплимент в данном случае, если бы мы были довольны динамикой евро. Но поскольку мы ставили на ослабление евро, это не то, что, скажем, позволяет сейчас сделать нам комплимент евро. Нет, евро нас разочаровал, потому что выраст тогда, когда не должен был расти. Но динамик, происходящий сами. Помните, это несколько фигур за буквально несколько месяцев. Это тоже очень много. Тем более, что каждый раз, когда у нас есть возможность послушать представителей Европейского центрального банка, нам все говорят о том, что меркая политика более актуальна сейчас для еврозоны. И при этом сразу же реакция евро, вместо того, чтобы слабость европейского валюта активно продолжала расти. Но сейчас, конечно же, очень трудно уже провести параллели. Действительно ли риторика представителей ЕЦБ и то, что происходило по ожиданиям относительно и программы количественного смягчения была определяющей для евро. Просто вот эта восходящая динамика, она совпала с очень сильным ослаблением доллара. Ослабление доллара было ословлено на замешательстве Трампа и явных задержках в реализации тех реформ, которых мы с вами говорили очень много, которые по-прежнему дождаться не могут. Плюс ко всему, помимо того, что мы еще и с точки зрения политики мало что получили от Трампа, ну практически ничего из обещанных рекорд. Еще и геополитические факторы эскалации на природности Северной Кореи и рост террористической активности в Европе тоже повышало спрос на защитные инструменты и, разумеется, не позволяло доллару расти, когда можно было больше заработать. Ну хотя, наверное, неправильнее сказать о том, что можно было больше заработать. Гораздо правильнее было бы в такой новостной среде, оказывается, от тех активов, которые, в принципе, выполняют защитные свойства и позволяют пересиживать, опять же, вот это неопределенное время. К этим активам, как вы знаете, относятся японская иена, франк, американские облигации, золото. И вот, до сих пор они по-прежнему находятся на своих локальных максимумах, указывая на то, что спрос на защитные инструменты по-прежнему очень высок. Каждый раз, когда у нас есть на повестке какой-то мощный фундамент по доллару, это будь то заседание ПРС, будь то выступление какого-то реально значимого, авторитетного представителя, лидера мнения, ну, самое главное, конечно же, это Джанет Ерин. Будь у нас какой-то суперкрутой отчет американского происхождения, как вот на этой неделе данный фундамент ПРС, мы цепляемся с этим фундаментом и стараемся вместе с вами, и таких, как мы, много, выдачить доллар и сказать то, что, ну, наконец-то, хотя бы вот спустя какое-то время фундамент стал более-менее оправданным и появились возможности, которые можно использовать, чтобы заработать на росте доллара. Пока что это только ожидания. Ну, я надеюсь, друзья, что мы с вами уже достаточно хапнули умение, скажем, на финансовых площадках, когда, вроде бы как, формируется основание для роста доллара 110, 50, 111, а потом снова здорово, скажем, очередной форс-мажор и доллар-японская иена, как назло, снова возвращается ниже отметки 110 и претендует на то, чтобы обновить вообще многонесячные минимумы ниже уже отметки 108, 50, которая сейчас расценивается, как не то, чтобы поддержка, которая должна отдержать, а уровень, в случае пробоя которого уже для доллара все будет перерешено дальше, это движение чуть ли не в район сот. И когда на рынке происходят те движения, которые мы видим на текущий момент, действительно, остается только разрести руками и сказать, ну, если доллар уже свалился с отметки 116-118, мы даже 118 видели на тысячи пунктов, ну, чего ему стоит, скажем, проделать аналогичный путь сейчас за то же время еще, особенно тогда, когда новостной фонд меняется, и мы по-прежнему лишь верим, что ФРС поднимет процентную ставку, в то время как на рынке, по оценке даже ключичного контракта, какой-то больше позиционирование, другое, в то время как на рынке случается очередной теракт, либо штаты начинают тоже, нужно здесь подобрать более правильное слово, играться с вот этими геополитическими дисками, в Северной Корее то же самое, опять же, события, которые отбрасывают нас в плане от отбовли по росту доллара, от реализации наших ожиданий, и заставляют оливиться с тем фактом, что сейчас, опять же, они именно защитные инструменты. Прошу прощения, немного мы отвлеклись, но это все равно такой момент отвлечения, который направлен на то, чтобы, скажем, между строк дать вам сигнал того, что, друзья, с долларом пока что еще не все покончили. Доллар цепляется за уровень сейчас 110 лет против американца. Доллар рад был бы вырасти, но трудно ему на текущем про фундаменте. Возможно, мы недооцениваем некоторые отчеты, эти отчеты могут достать переломными для этого актива. Вот, к примеру, не будет стоить безмечных ожиданий по статистике параллельного труда на эту пятницу, но будем видеть то, что будущее столь важного фундамента, новостным фоном, собственно, non-param peril, статистика параллельного труда, действительно способна при определенном раскладе оказать должную поддержку американцев, которой мы с радостью воспользуемся. И уж тем более будет позитивным данным динамикам, если парк голова-японская иена все-таки окажется выше отметки 110.50. Я считаю, что на этом уровне уже будет более-менее ясно с отказочными перспективами, не можно будет использовать и текущую динамику, и факт пробоя этого уровня, чтобы продолжать ставить на неминуемый голос доллара и надеяться на то, что ближе, хотя бы к концу этого года, ну, хоть что-то произойдет с налоговой реформой, с реформой увеличения бюджетных трат и прессы поднимать процентную ставку. По поводу ожиданий того, что мы можем услышать о драге, я думаю, что более-менее все было понятно, хотя мы еще вернемся к этому, собственно, событию. Я предлагаю, в принципе, двигаться дальше и вспомнить про те отчеты, которые имели место быть по опубликации еще в начале прошлой недели. Это статистика по индексу настроений в деловой среде от института ЗИЮ. Собственно, по статистике у нас был спад показателей с 17,5 до 10. Исследование ЗИЮ тоже бизнес-оценка, только уже в масштабах всей еврозоны тоже спад с 35,6 до 29,3. Здесь речь идет о бизнес-ожидании, друзья. Бизнес-ожидание – это то, что отражает настроение крупнейших промышленников, настроение на ближайшую перспективу по поводу того, что может случиться и что произойдет с экономикой. Соответственно, если бизнес-остроения снижаются, недоверие к экономике растет, скепсис усиливается. И поскольку речь идет о бизнес-элите, скажем, промышленном, локомотиве всего валютного блока Германии, мы понимаем то, что промышленники, они уже начинают переживать за рост космоциональной валюты. Я на это делал акцент вам неоднократно. Потому что чем выше евро сейчас, тем, соответственно, больше дорогая валюта бьет по конкурентоспособности производителей и, разумеется, сказывается на показателях торгового баланса. При прочих рамках в единой конкретной среде, когда есть товары более дешевые, в принципе, такого же качества. Поэтому дорогая валюта для еврозоны, она сейчас имеет больше негативных последствий, нежели позитивных. И задаваясь вопросом, а есть ли вообще позитивные, скажем, проявления у этого курса? Я думаю, что нет. Потому что, напоминаю вам про ту проблему, с которой пытается бороться Европейский центральный банк уже на протяжении нескольких лет. Это проблема низкой инфляции. А дорогая валюта, она напротив, те стимулы, которым приведет Европейский центральный банк, вот беспрецедентные стимулы, программа количественного смещения и снижение процентной ставки, это то, что направлено на ослабление национальной валюты. Потому что только через слабый евро можно разогнать индекс цены, инфляцию. Но я специально зашел вот так вот издалека, чтобы вы поняли, что дорогая валюта, она уже не вяжется с этими целями. И я искренне надеялся на то, что дороги с большей, скажем, серьезностью, вовлеченностью в то, что происходит, будет говорить о крайне чрезмерной реакции трейдеров, которые сейчас тащат европейскую валюту вверх на ожиданиях, которые существенно опережают возможные изменения монетарной политики. И, собственно, ну, чтобы далеко, опять же, не отходить от этой тематики, я думаю, что вы все в какой-то мере следили за выступлением Драги в пятницу. Если и не следили, я скажу то, что в ходе своего непосредственного прямого выступления Драги не касался темы денежных трейдер-политики. Однако вот на вопросы, которые ему были заданы после конференции, он сказал много и сказал то, что соответствовало нашим с вами ожиданиям, как трейдеров, которые ставят на ослабление Драги, то, что программа количественного включения необходима. Она обоснована, поскольку цель политикации в 2% еще не достигнута. Драги. Поэтому, друзья, вопрос вам на засыпку. Следователь фундамент пятницы, особенно то, что было сказано Драги, использовался в качестве причины, чтобы дальше покупать евро. Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что ответ на этот вопрос – это указание, как торговать европейской валютой и так дальше. Я надеюсь, что все, что я хотел сказать, вы услышали, и то, что вообще нужно было услышать, вы это осознали. Если не осознали, все-таки повторюсь, что весь тот фундамент, который складывается, готовит нас к тому, что разворот уже должен произойти скоро, и к этому развороту нужно быть готовым. Если вы не торговали евро раньше, и сейчас видя то, что пары тестируют ответ в 1,20, начинают чесаться руки о том, что это реально может завести евро еще выше, я вам крайне не рекомендую, особенно на таких уровнях не залазить сейчас в торговую, особенно через длинные позиции по евро, поскольку больше по-прежнему условий, чтобы евро снижался. Дальше идем. Фунт против доллара. Тоже мы рассматриваем эти связки. Обычно британцы провалился на прошлой неделе на минимум за последние 8 недель. Статистика подвела число заимствования госсектора, чистое заимствование госсектора. В период с апреля по июль составили 22,8 млрд пунктов, примерно на 1 млрд больше, чем, скажем, трехмесячный период, который был до апреля. И этот рост базируется на увеличении стоимости обслуживания государственного долга, который привязан к инфляции. Но основная причина – это рост индекса подвелительских цен, которые отягощают от заговора времени. Я надеюсь, что вы помните, что по индексу подвелительских цен в рамках Англии у нас все еще актуальнее ожидание того, что инфляция может достигнуть даже показатель 3%. Если это случится, то обслуживание долга вырастет еще примерно на 1,5-2 млрд пунктов, что будет во стриме-то в качестве еще одного негативного сигнала для национального валютного акции. Американская валюта была волатильной в течение всей недели. В частности, мы помним то, что во вторник доллар-японская иена восстановилась порядка 1,5 млрд. Это создало заранее позитивные ожидания. Я был уже поверен, что наконец-то доллар начал правильно готовиться к заседанию, точнее, не заседанию, к выступлению Джанет Ерин, которое тоже прошло пятницу. Готовится к тому, что Джанет Ерин будет исключительно жестко в своих комментариях и пройдет свет либо на измене монетарной политики, то есть по росту процентных ставок, либо по сокращению баланса. Испортилось настроение уже спустя сутки после вторника в среду, когда Трамп сообщил о готовности закрыть правительство, чтобы обеспечить финансирование строительства пограничной стены с Мексикой. Кроме того, на встрече со сторонниками, на моих сторонах Кеннесси, Трамп позволил себе заявление о возможном сокращении действий североамериканского соглашения о свободной торговле. Соответственно, такой фундамент был негативным образом воспринят трейдерами. И, на мой взгляд, прежде всего нужно было негативным образом отыграть это сообщение через канадца. Но канадец пока все-таки держит марку. Канадец не ослабеет. Я думаю, что его бодрость в большей степени достигается сейчас ослаблением доллара. И, как только американская валюта покажет хотя бы укрепление в формате фитбуры, это вполне возможно по факту тени данных Кеннесси сохранится, а вспомнит все вот эти негативные моменты. Но, по крайней мере, ими можно будет объяснить, почему пара USDCAT с текущих значений на уровне чуть ниже в округе 1,25 имеет возможности и условия, чтобы двигать в район 1,38. Что касается рынка нефти, то в начале недели мы снижались по нефтянке. Опять же, одним из основных отризаторов это комментарии министра нефти Кугейта, который сообщил о том, что на ноябрьской встрече будут подняты вопросы о прекращении действия пакта, соглашения по снижению добычи. Не забывайте про эти ожидания, потому что вот так уж сложилась практика, что такие голословные заявления, которые проявляются на рынке, они сначала недооцениваются проектами, а потом, когда приходится уже проводить работу над ошибками, все начинают говорить, да, были сигналы, которые шли раньше. Я готовлю вас к тому, что пакт свернуть, потому что я не вижу будущего этого проекта, поскольку сохранять, опять же, придерживаться квот, то есть собственноручно ограничивать производство, не дополучать определенные показатели по прибыли, тогда, когда эти меры не приводят кровь на мере, это глупо, это по-другому не назвать. И одного, собственно, года действия вот этих соглашений более чем достаточно, чтобы убедиться в том, что сделанный политический пакт работал бы только в том случае, если бы страны были бы более увлечены всеобщий прогресс. И выгода прогресса были бы увлечены не только участникам самого соглашения, но и регионы, которые находятся сейчас за бантом факта, но исходя из возможностей, к сожалению, сейчас тянут дьявол на себя и понимают, ну точнее перевешивают весь этот позитив от сделки. Вы понимаете то, что речь идет о Штатах, речь идет о Ливии, речь идет о Нингерии, где объемы добычи в свободности настолько высоки сейчас, что позволяют в прямом смысле забыть о том, что кто-то там на Востоке сейчас старательно от экспортной поставки ограничивают добычу. Они-то и ограничивают добычу, но другие регионы, такие как Штаты, используют такой фундамент, используют это соглашение, чтобы повысить экспансию собственного присутствия на глобальном рынке и увеличить экспортные поставки. Вот надеюсь то, что вы следите за новостным фоном, даже, скажем, не только в формате того, что я вам рассказываю. Знаете то, что вот буквально неделю назад американские производители нефти стали активно, уже как прецедент, сложившиеся поставлять сланцевую нефть на территории Европы через танкерные перевозки. И да, себестоимость, собственно, этого энергосерия выше, но то, что американцы готовы делать это на, скажем, постоянной основе, это, учитывая еще факт конфронтации с Россией, учитывая факт наличия санкционного, собственно, ограничения барьеров, многие европейские страны начинают разворачиваться уже в пользу Стата в плане потребления этого энергосерия. И если раньше все говорили о том, что танкерная нефть никогда не сможет конкурировать с газопроводной, трубопроводной нефтью и газом, соответственно, именно сейчас это и происходит, люди. Конкуренция, она в самом разгаре, и потребление, опять же, российского газа и российской нефти отдельно европейской страны начинает и продолжает снижаться, скажем так. Чтобы далеко не отходить от нефтянки, вспомним еще и отчеты по запасам нефти. Это статистика по АПИ, но стоит обратить внимание на этот рейс, потому что он традиционно предшествует, конечно же, официальным данным. Запасы нефти по версии АПИ снизились на 3,5 млн. против прошлого спада на 9,2 млн. Что касается официальной оценки, то запасы также сократились на 3,3 млн. при этом объемы добычи и нового производства выросли на 26 тысяч баррелей в сутки до 9,52 млн. Это настолько много, что позволило мне сделать вам, скажем, предложение снова вернуться к прогнозу, на который мы ссылались еще в начале 2017 года, о том, что штаты реально могут достигнуть план по добыче в 10 млн. баррелей в сутки. Сейчас это вполне реально, поскольку 9,52 млн. это уже то, что мы видим по циклам по добыче, за 2 недели прирост составил 100 тысяч. Получается, что при сохранении подобных темпов на выход в 10 млн. ланку может понадобиться 2-2,5 месяца. До конца этого года времени еще выше крыши, поэтому планка в десятку млн. баррелей сохраняет свою актуальность. Вот почему, друзья, я никак не могу сейчас отказаться от сделки по продаже нефти, поскольку понимаю, что если ранее, скажем, в начале 2017 года, в середине 2017 года, то есть сейчас мы говорим о наличии проблемы перепроизводства и рассинхронизации между спросом и предложением, понимаем то, что запасы нефти на многие сотни миллионов сейчас превышают спроса. Я думаю, что здесь подключаем элементарную логику и понимаем то, что на фоне текущего употребления, на фоне еще большего прироста, опять же, по добыче со стороны ключевых нефтеэкспортеров и производителей нефти, этот перекос станет более выраженным и бесследным для рынка он не останется, незамеченным он не пройдет. Это перекос, который может отправить котировки нефти бренда ниже 40 долларов за баррель. Кстати, Сити до сих пор придерживается взгляда то, что прогноза этот год будет по бренду закрыт ниже 45 долларов за баррель. Сейчас котировки в районе 52, как вы знаете, и потенциал снижения получается больше 10%. Это для тех, кто задумывается, торговать ли или не торговать нефтью. Я советую торговать нефтьянкой, потому что эта сделка может принести вам очень хорошую рекопрость, тем более, что эта сделка фундаментально оправдана, обоснована, и эта сделка может полностью перекрыть те потери, которые нам пришлось нести по факту неизбыточных и нерализованных ожиданий снижения евро и, соответственно, роста доллара. Хотя есть у нас еще время до конца этого года, чтобы выжать по максимуму из текущих динамик и попробовать заработать и на потенциальной слабости евро и на росте долларов. Что касается американца, еще раз напомню, что у нас статистики, в принципе, хватает до сих пор позитивной. На прошлой неделе вышли данные по индексу PMI в производственном секторе 52,5 против прошлого 53,3. Вроде бы слабее, чем в прошлом значении, но все равно выше 50, это значит то, что сектор восстанавливается. Индекс активности в сфере услов 56,9. С 54,8 здесь даже еще более выраженный рост. И по сравнению с прошлым показателем, по сравнению с прогнозом, да и в целом мы видим, показатель находится выше полтинника. Что касается торговой сессии четверга, там, собственно, встреча экономистов началась в формате просто таких не совсем влиятельных комментариев и не совсем значимых выступлений отдельно взятых не руководителей, уж тем более АЦБ, а просто экономистов, которые представляют регуляторы. Мы на них внимания особо не обращали, потому что знали, что у нас есть две потенциальные бомбы новостные, это Драгин и Гелин, и они, собственно, в один день сразу. Хочу сразу отметить то, что до выхода, до выступления Драгин и Гелин, в пятницу у нас был еще целый блок статистики по рынку труда США, заявленные пособия по безработице. Уже 127-ю неделю подряд мы видим то, что индекс находится точнее, показатель ниже 300 тысяч, это 234 тысячи, против того, что 232 тысячи. Друзья, это отчет, который позволяет нам рассчитывать на какой-то позитив и сохранение прогресса уже в очереди Нон-Пармпэрлс, который прибег в эту пятницу. Американская статистика снова восподрила пару долларов японской иену, но от этой бонуси, к сожалению, не осталось и следа, когда настала выступать Джанета Гелин. Что же, собственно, стало причиной ослабления американца? Честно говоря, Джанета Гелин не говорила о том, что ставку не повысит, но вообще бы не касалась перспектив денежно-кредитной политики. Участников Фрэнка интересовало только одно – это конкретика по росту-процветных ставок, по сокращению баланса. Не было произведенной ситуации ни по первому фонту, ни по второму. Говорили о чем угодно, что, собственно, Джанет Гелин, что драги. Но, в отличие от Джанет Гелин, драги через завархозы, сопутствующие, удалось еще вывести на турс, опять же, и обсуждение перспектив денежно-кредитной политики с Джанет Гелин это не прокатило. Поэтому во время всего своего выступления о том, что произойдет с процентными ставками, она не проронила ни слова. И даже, когда отвечала на вопросы, старалась избегать этой тематики. Не знаю, что это значит для того, что произойдет политика. Но я думаю, что это от них не негативный сигнал. Даже несмотря на то, что американская валюта провалилась. Американская валюта провалилась, потому что была крайне разочарована без молвием Джанет Гелин. Но это ослабление, которое вот сегодня начинает рынком выкупаться, уже до японской иены постепенно растет. Мы сейчас видим отметку уже 109.30, даже может чуть повыше. Если статистика по рамку труда не подведет, как я уже говорил, тогда, может быть, у нас появится с вами хорошая фундаментальная база, чтобы закрепиться выше метки 110. Будем надеяться, что до пятницы не произойдет никаких токризмов. Штаты будут помалкивать в отношении, скажем, выхода впадать из Северной Кореи. Северная Корея тоже будет привести себя тише воды ниже травы. Ну и, разумеется, дай Бог, чтобы обошлось без очередного проявления террористической активности в Европе, потому что на этом фоне снова пользоваться спросом будет именно защитные инструменты. в тандеме доллара и конская иена, а это обычно то, что привык к предупреждению иен, а не доллара. Поэтому, друзья, статистикой мы с вами зарядились, в принципе, по штатам. Еще больше позитива мы должны получить на этой неделе. Мы продолжаем следить за новостным фоном, который касается потенциальных реформ по штатам. Мы продолжаем верить в то, что долгосрочная американская валюта вряд ли проберется ниже отметки 108.50. Я бы даже сказал, до тех пор, пока держится план К-109, мы можем все-таки держать барону по росту доллара и настаивать, визуализировать и собственными силами толкать американцев выше текущих значений. Но без поддержки, конечно же, нам не обойтись. Хорошо, что на этой неделе у нас она и есть, поэтому давайте следить за развитием событий. Я рекомендую вам и приглашаю всех на брифинг, который проходит каждый день. Это для того, чтобы вы были в курсе всех основных событий в моменте. Они проходят 9.30 по московскому времени, прямой эфир через перископ. Можете поставить приложение на ваше мобильное устройство и смотреть по мере возможностей в прямом эфире. Если нет такой возможности, то спустя 30-40 минут, как вы знаете, запись мы выкладываем на нашем канале на YouTube, и можете ознакомиться с брифингом там. Я стараюсь охватывать здесь все наиболее важные новости. Ну, какие-то иногда выпадают из поля зрения, потому что я тоже человек, и о всем том обиде информации, которую мне приходится проанализировать до начала эфира, я стараюсь сделать это максимально объективно. Те отчеты, которые остаются вне поля зрения, я всегда призываю вас. Вы, пожалуйста, делитесь какими-то наблюдениями, либо тем, что вам удалось найти на канале на YouTube. Знаю, что многие из вас это деньги. Большое спасибо за активность на наших каналах коммуникации на форуме. Маркетс тоже всегда приятно знакомиться с вашей позицией, всегда приятно прочитать что-то стоящее, интересное и понять то, что круг трелецкого сообщества Маркетс – это сообщество мыслящих людей, которые не просто слушают и внимают то, что им говорят, а слушают, впитывают, анализируют и, сопоставляя собственными минимумами рынка, уже формируют определенные ценные решения. Также, друзья, хочу отметить, что сейчас еще по нефтянке я пропустил момент. Очень многие делают на ставку ураган в Мексиканском заливе. Я советую особо не питать каких-то ложных и избыточных ожиданий то, что этот ураган может толкнуть котировки. Я даже сегодня читал статью на Блонберге, что цены на нефть, как следствие, ураган могут взметнуться как-либо 58-60 долларов за баррель, поскольку якобы он привел к более негативным последствиям, нежели предполагалось. Друзья, сразу хочу сказать, почему я считаю то, что ураган особо не влияет на ситуацию с предложением. Потому что вот по прошествии уже многих дней его активности, она уже практически сошла на нет. Приостановленная работа на производственных мощностях была всего лишь в 10% всех производственных растений Мексиканского залива. А учитывая то, что весь Мексиканский залив – это такие же 10% от общего объема добычи, получается, что по дугу розы добычи меньше 20%. То есть вы понимаете, что это фактически капли в море и серьезным образом повлиять на производство нефти? Вряд ли их можно. Потому что в Штатах, как я уже отметил, добывается сейчас 9,52 миллиона баррель в суд. Возможно, даже уже больше, поскольку в следу мы будем следить за данными того, насколько добыча за прошлую неделю. Из-за стихийного бедствия заморожено было производство на 167,52 миллиона. Вы понимаете, что контраст здесь ощутимый и серьезный. Друзья, хотелось бы мне завершить оценку фундамента прошлой недели непосредственно тем, что мы слышали от Драги и Джанет Герин. Но я думаю, что так уж получилось, что в ходе брифинга, точнее, в ходе вебинара я уже разобрал этот фундамент. Я думаю, что повторяться не будем. Не нужно. Вы уже поняли то, что Джанет Герин не сказала ничего. Значит, мы работаем с тем, что у нас было раньше. Надеемся, что обойдется без форс-мажоров и о политике. В общем, продолжаем покупать блок. Что касается евро, то господин Драги еще раз повторил то, что программа количественного исключения будет действовать и дальше. Эти меры по-прежнему необходимы, по-прежнему способствуют оздоровлению европейской экономики и стимулируют рост инфляции, поскольку индекс потребительской цены еще далек от цели в 2%. И особенно он стал далек от этой цели после того, как мы с вами подвели итоги и прогнозировали данные по инфляции в 30 цент недели ранее. Когда в месячном выражении выполнительность 30 цент просила на 0,6%. Это очень много. Я думаю, что эта тенденция будет сохранена и дальше. Ну и что касается событий этой недели, тоже мы отчасти уже по ним пробежались. Завтра у нас денечек такой же по событиям спокойным, как и сегодня. В общем, отчет американского института нефти, который тут же будет подхвачен еще официальными данными в среду. На них мы уже и посмотрим. Две недели назад трейдеры обратили больше внимания на прирост нефти добычи, нежели на сокращение запасов. Неделю назад трейдеры сделали акцент больше на сокращение запасов, нежели на прирост. Посмотрим, какая реакция будет сейчас. Самое важное, не стоит забывать о том, что даже если запасы снизятся уже девятую неделю подряд, это в целом никак не влияет на, собственно, уровень добычи, который продолжает зашкаливать и продолжает оставаться на максимальных уровнях с 2015 года. И, судя по всему, продолжит расти и дальше. Следующая статистика по этике – это данные по рынку труда, которые предваряют, собственно, американские отчеты по Non-Farm Fails. Можете посмотреть на ожидания рынка. Ожидания хорошие. Ожидания могут скорректироваться, тем более, что до пятницы еще четыре полноценные торговые сессии. Но давайте пока на них полагаться, если большинство аналитиков, которые были опрошены, верят в то, что рынок труда не расчарует. Мы уж тем более верим, поскольку традиционно являемся оптимистами по доллару. В четверг из данных «Индекс потребительских цен» по еврозоне. Здесь ждем снижение снова индикатора, ждем тоже европейская валюта. Основу рассмотрит этот индикатор и индекс через призму того, что будет происходить в монетарной политике. Драги нам уже также добавил то, что из программы количественных смущений выходить не будем. Друзья, то есть ждем разворота по евро. Но когда он произойдет – неясно. Если американская валюта все-таки сможет вырасти, тогда евро уже не сможет противоборствовать и слабому фундаменту, и сильному конкуренту. Тогда текущее значение – это уже будет пик, от которого упадет дальнейшая коррекция. По штатам личные доходы, личные расходы и еще один индикатор потребительской активности. И посмотрим, конечно же, за тем, какие будут цифры. Но тоже по прогнозам и ожиданиям статистика будет больше, собственно, распространять покупку, нежели ручьеров. Средовые данные по ВВП. Сегодня мы на брифинге говорили про статистику по Канаде. Здесь ожидания не самые хорошие, тем более, что эти ожидания совпадают с обсуждением рынка того, будет ли банк Канады снова повышать процентный став. Если отчет по ВВП в Канаде просядет, то, наверное, параллельно у нас будет ответ, что не будет. И хотелось бы, конечно же, чтобы к этому моменту, то есть к четвергу в 15.30, у нас было бы уже что-то более конкретное по динамике доллара, и у нас было бы понимание того, что нефтянка начала смещаться с уровней верхней границы территора 50-52,5, так снова в поддержке 50, чтобы начать цепляться за эту планку и претендовать на то, чтобы продавить ее, собственно, ниже. Ну и в пятницу я уже отмечал и говорил про ожидания. Это новая статистика еще по активности в секторе производства и до постепенного разгона инфляции. Здесь целая куча блок статистики с 15.30 до 17.00 и по ожиданиям просто сокрушительная поддержка, которая должна прийти для 50 долларов. Будем надеяться, что рынок нас хотя бы сейчас не расчарует. Ну и что касается ориентиров, это среднесрочные цели до конца недели. Можете пока ознакомиться с ними, друзья. Вижу вопросы. Давайте посмотрим теперь на то, что вас интересует. Николай, большое спасибо за активность. Снова вижу много, что написано. Да, я так понимаю, вы оценили именно коммитмент софтрейдс в спектре действительно всех групп. Но если вы, я так и не понял, работаете ли с тем индикатором, который мы даем в рамках личного кабинета, там мы специально выбили только одну категорию трейдеров – это хедж-фонды, поскольку полагается, что именно хедж-фонды формируют настроение. И, в принципе, если у нас кайма, интерпретация от обратного, то есть нужно продавать тогда, когда всех покупают, а наоборот покупать тогда, когда всех продают. В отношении статистики по коммитменту софтрейдс под индикатор в доступном личном кабинете здесь логика другая. Нужно поступать в конве с тем, что делают хедж-фонды. И вот как раз оценка, она правда запоздала, где-то статистика, которая публикуется, выходит по пятницам, но отражает позиционирование на минувший фонд. Сегодня у нас понедельник, по сути уже можно сказать, что скоро начинается новая торговая сессия. У нас данные недельной давности, только как работать с ними уже невозможно. Но я предлагаю все-таки поработать, поскольку эти данные отражают ожидания хедж-фондов и настроения, которые менялись перед хедж-фондом. И судя по тому, как они менялись, может быть, кто-то даже обладал информацией о том, каким последствиям могут привести комментарии Джанет Герлинг и, собственно, Марио Драги. Потому что за неделю, собственно, до выступления председателя ФРС и Европейского центрального банка, председателя ФРС и ЦБ, у нас действительно произошли изменения. В каком порядке? У нас длинная позиция по евро выросла, это факт, это подтверждает отчет правительства ФРС. У нас выросла длинная позиция по японской Е. И у нас, собственно, уменьшилась короткая позиция по пункту. Хотя здесь, безусловно, понятное дело, что те, кто заказывался под пункт, под торговым активом, наверное, в меньшей степени уже реагировали на то, что может быть услышано от председателя Европейского центрального банка ФРС и больше руководствовались вот этой поэтической комментурой и истиной, о которой я вам говорил. И, между прочим, факт изменения позиционирования по пункту, там перевес изменений, то есть оценки настроений на минувший вторник, в сравнении с тем, что было 2 недели ранее, около 10 тысяч контрактов в празднице. Это говорит о том, что сейчас очень много трейдеров, институциональных инвесторов, будем говорить хэш-фондов, лезут как раз в продажу фунта, потому что, так же, как и мои друзья, не верят, что процессы переговоров по брызгу приведут к чему-то позитивному, особенно в рамках очередного тура и раунда переговоров. Поэтому резюмируем. Николай, я надеюсь, что, будучи активным участником и посетителем вебинара о правильной неделе, вы также присутствуете и на брифингах, которые проходят каждую неделю. Надеюсь, что вы уже в курсе то, что сегодня лично я позволил себе внести такой небольшой эксперимент подкосочный торговлю, он как раз и отражает эту ситуацию с коммитментом софтрейсом и как лучше использовать статистику. Там есть небольшой нюанс. Я его пока придержу в качестве козыря, поскольку там не простая интегритация сигнала по коммитменту софтрейс, там определенная торговля по торговым сессиям уже после того, как выходят эти данные. Я лишь попробую давать сигналы с оценкой результатов, а вот если по прошествии месяца мы действительно выйдем на вот эти обещанные 150 пунктов, которые лично мне были рекомендованы и доказаны как реальный результат на протяжении последних трех лет. Я расскажу, в чем там прелесть, в чем там нюанс. Но будем надеяться, что это торговая система рабочая, потому что если у нас будет возможность с вами оперировать себя фундаментом и новостным фоном, зарабатываем как о сроке, мы действительно сможем добиться более лучших результатов и уже перестать быть заложниками вот этой долгосрочной оценки, анализы, которые мы проводим, анализы, которые зачастую загоняют нас в просадки по 300, по 400, по 500 пунктов, и приходится с ними считаться, поскольку мы понимаем то, что рынок просто себя так ведет. Это не значит, что мы проводим некачественные, не верный фундаментальный анализ. Он, на мой взгляд, очень даже верный. Но сейчас в плане расстановки сил на рынке очень много переменных, которые дают о себе знать, которые даже в большей степени проявляются в динамике финансовых инструментов. Вот как раз торговля по Commitments of Trade, по умничному позиционированию, как разбавление наших долгосрочных идей. Это эксперимент, на который я пошел, и надеюсь, что он будет иметься определенные результаты плоды. Так, ждете канадца в районе 1,32? Круто, конечно же. Признаюсь тоже, жду его выше отметки 1,30. Хотелось бы, чтобы до конца этого года мы все-таки с вами прокатились к этому рубежу. И я думаю, на это и есть шансы. Почему? Потому что канадец обязательно будет реагировать на поведение нефти. А до конца этого года по нефтянке, я присоединяюсь к прогнозу Сити, я жду закупления ближек отметки в 45 долларов за барр. При такой слабости нефти канадец точно будет задержаться в районе 1,37. Так, друзья, большое всем спасибо, кто присоединился к обсуждению. Отдельное спасибо Николаю вам, как всегда, за активности. Желаю вам хорошей торговой недели, желаю хорошей спекулятивной текущей сессии, хотя, в принципе, осталось совсем чуть-чуть до ее завершения. Но, кто знает, может быть, американцы сейчас, когда это подключатся к трейдингу, смогут затощать доллар по выше текущей значении. Но это все равно соответствует нашим с вами ожиданиям, потому что мы ждем мощной поддержки для доллара хотя бы к концу этой недели. И надеемся, что нам удастся пару долларов на фронтскую гену затощить выше планки 110 до конца кучи 5 лет. В общем, буду держать вас в курсе, как и всегда. Увидимся, соответственно, завтра, как и всегда, в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. Ну и, соответственно, Николай понял то, что нет возможности у вас присутствовать все онлайн. Запись будет доступна спустя полчаса. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует.